Как часто страшную картину ты представляешь пред собой, что ты идешь и дуло в спину, и ты за Господа, герой. Как часто Петр всплывает в мыслях, глаза Христа, крик петуха и слов лукавых дешевизна и послевкусия греха. Как часто мы, ища ответы на важном интервью с собой, не узнаем автопортреты и спорим со своей душой. Мы говорим себе, возможно, когда-нибудь наступит час и приподнимется безбожья, и брата брат врагу предаст. Но если вдруг меня повяжут, железом станут сжечь уста и отрекаться мне прикажут от веры в Господа Христа. Я и у смертного порога не испугаюсь, не сломлюсь, к стене поставят, но от Бога я никогда не отрекусь. Я не предам, я не посмею, я выдержу, я все смогу, своей души не пожалею, но сейчас, давай на чистоту, остановись, копни поглубже и максимально приглядись. Мотивы, увлечения, нужды, чем ты наполнил свою жизнь? Зачем нам ждать времен гонений? Зачем железом сжечь уста, когда на них от осуждений и без железа чернота? В наш век другие инструменты и методы врага хитрей, и отречения моменты все незаметнее для людей. Условия для нас получше, но мы порой почти глухие. Когда нам правду прямо в уши кричат до хрипа петухи, зачем о будущем сегодня? Сегодня ты готов страдать, когда открыта преисподня, чтоб даже избранных сломать? Проверь себя, не отречешься, когда наступит на мозоль, спроси себя, над чем смеешься, как реагируешь на боль. Быть может, время для молитвы ты разменял на суету и даже не заметил битвы на верность Господу Христу. Зачем нам ждать времен гонений? Может, давно мы отреклись, когда предпочитаем сдаться, идя с грехом на компромисс? Когда не брезгуем соблазном, щепотки лжи, блуда, суда, и в обольщении опасном кричим, я б умер за Христа. Но надо ли нас ставить к стенке, ведь отречения внутри, его опасные оттенки, найди в себе и рассмотри. Не надо ждать расплаты кровью, не жди и дуло у виска, ты лучше в интервью с собою сегодня не предай Христа. Слава Господу!